Алина, добрый день. Добрый день. Я рад вас приветствовать в записи очередного видео для вашего YouTube-канала, а также очень рад всем зрителям и слушателям, которые сейчас с нами, а также будут смотреть нас в записи. Итак, мы начинаем. Наш первый вопрос Алине. Мир без дураков был бы не полон, а плохо то, что он полон дураками. Но если серьезно, то, как вам кажется, уважаемая Алина Александровна, общая картина интеллектуальности человечества идет по возрастающей синусоиде или наоборот. На мой взгляд, происходит процесс резкого сепарирования человечества по этому критерию. И хуже всего то, что этот процесс объективен. Очень интересно ваша точка зрения. Он действительно объективен. Мы действительно наблюдаем сейчас царство глупости. Мир, состоящий из глупости где-то на 90%. Иначе ничем нельзя объяснить все происходящее. Мы пытались вывести рациональные объяснения. Они не выводятся и не потому, что мы плохие логики или рационалисты, а потому, что их нет. Происходит не политическое, а в первую очередь психиатрическое явление. Все происходящее в мире приобретает не политические, не социальные, а психиатрические формы. У многих есть соблазн обосновать происходящее в рамках каких-то библейских концепций и назвать глупость злом. То есть таким образом сакрализовать ее, наделив идиотов еще большей мощью, ведь они только и хотят быть тем самым модернистским злом, красивым, кошмарным, завораживающим, уничтожающим. Но нет, что-то не сходится, что-то не так. Идиоты продолжают выглядеть идиотами, даже когда творят черт знает что. Кто-то призывает нас, буквально вчера я читала в Фейсбуке, признать субъектность зла. Зло существует как некая сила, как некая вещь в себе, как некая распыленная, но при этом скомканная в субстанцию сущность, которая персонифицируется через определенных людей. На мой взгляд, это архаичное понимание, это издержки религиозного сознания. Да, кто-то действительно зол и хочет быть злым, но это никак не связано с тем, что было описано выше. То есть это чисто… Здесь мы можем рассматривать зло как чисто психическую компоненту, как недостаток у мапа. И если уж рассуждать глобально, как я говорила не раз, никакого добра и зла как антологии, как какой-то изначальной сущности или сути не существует. Естественно, всё это вопрос интерпретации. Кто-то воспринимает бытие как абсолютное зло. И в общем-то в этом есть своя логика, поскольку считается, что бытие разумно. Но это же тоже такой дешёвый научпоп. Мы видим, что бытие абсолютно неразумно. И единственное, что его обуздывает, единственное, что его сдерживает, как обезумевшую лошадь, это в начале, да, культура, но очень плохо. И очень неплохо его сдерживала цивилизация. Сейчас же эти цивилизационные сдерживатели сломались, а цивилизация деградирует сама. Достижения цивилизации есть, а цивилизации нет. И что мы видим? Царство глупости. Глупец как бы имманентен бытию, поэтому он совпадает с ним, поэтому кажется, а может быть даже и не кажется, что идиотам сейчас крайне везёт. Да, им везёт, потому что не совершают над собой никакого усилия. Они просто попадают в свой, в антологический свой мир, в бездну вот этого самого безумия, где им вполне себе комфортно, в отличие от нас. Следующий вопрос, Алина. Что Мамлеев думал или говорил о Дугине? Очень интересно, ибо Бородатый довольно комплементарен был к Мамлееву. При мне он ничего о нём не говорил, мы с ним о нём разговоров не заводили. Скептически о нём и о Лимонове. Вот если из этой тусовки высказывался частная беседа Гейдар Джималь, но на то они и частные беседы, чтобы не выводить их детали на публику. Я думаю, что на самом деле он, к сожалению, хорошо к нему относился. Он вообще был слишком добрым человеком, он окружил себя ничтожествами. И сейчас я не про эту старую гвардию, этот южинский переулок, а даже про молодую, молодых людей. Это какие-то маргиналы и девианты, но он был благосклонен, увы, ко всем. Но, в общем, пока всё про Дугина нет. Вот конкретно что-то про Дугина он ничего не говорил. Кому подражал Мамлеев в своём творчестве? Я думаю, что он никому не подражал. Он абсолютно самобытный автор, который породил свой стиль, который называется почему-то «Мистическим реализмом», но мне не нравится это название. Мне кажется, что это тоже рассказы про суть бытия, которые неверно истолкованы. И они неверно истолкованы, кстати, бывали и самим Юрием Витальевичем, потому что он подпал под влияние своей среды, которая пыталась сделать из него такого благообразного христианина, которым он, конечно же, по сути своей не являлся. Окей. Друзья, я напоминаю вам о том, что мы всегда рады вашей помощи, а как её именно оказать, будет в описании к этому видео. Там будут соответствующие реквизиты. Также огромная просьба ставить лайки, смотреть плейлисты и распространять как можно шире короткую ссылку на YouTube-канал Алины Витухновской, которую вы также найдёте в описании к этому видео. Итак, здравствуйте, Алина. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к песням, созданным энтузиастами, на ваши стихи с помощью искусственного интеллекта, представленные ныне на вашем YouTube-канале? Одобряете ли вы такое обращение с вашим творчеством или просто терпите? Ну, я не одобряю таких ангажированных и тенденциозных вопросов, в которых ясно, что у автора содержится скепсис. Да, это не шедевры видеоискусства. Ну, во-первых, я за любую популяризацию. Если человек хочет это делать, пусть делает. Ну, во-вторых, да, конечно же, я бы хотела быть представленной суперпрофессионально. Вы сейчас не можете это предложить? Профессионально нас читал, там, Епифанцев, например, уровень ниже меня не устроит. Вот вам предлагают такие варианты. Это всё равно популяризация. И, повторюсь, мне не нравятся подобного рода, подобным образом сформулированные вопросы. Я позволю себе уточнить немного. У нас обычный видеоряд берётся из какого-либо уже известного кинематографа, ну, или такого очень сочного, но малоизвестного. А звук, песня, сочинена искусственным интеллектом. Вот так. Следующий наш вопрос, опять же, про Мамлеева. Алина Александровна, на прошлой неделе вы писали о творчестве классика русской литературы Юрия Мамлеева. Прокомментируйте отрывок из его книги «Московский гамбит». Если говорить о множестве простых русских людей, которые ещё не вернулись к вере, это, собственно, сам отрывок, думаю, что атеизм – вот скрытая причина их внутренних страданий. Вот кому надо помочь. Русский человек не может жить без великой веры. Ему трудно перенести собственный смертный приговор. Атеизм противопоказан русской душе. Для неё он равносилен самоубийству. Он действует совершенно разрушающе на русских людей, хотя они могут и не осознавать этого. Русский человек должен во что-то верить, причём ему нужна живая вера, а не её суррогат. Если её нет, начинается страшная, прогрессирующая и сейчас с каждым годом опасно разрастающееся разложение всего и вся, всех основ души и отсюда всё остальное. Люди задыхаются в этой клетке. Тем более вера в земной рай пропала. Это может кончиться кошмаром, моральным разложением, бунтом, отчаянием, вечным запоем. Я так чувствую, я говорил с простыми людьми, я ощущаю их изнутри, но нужна подлинная великая живая вера, а не тусклое лопотание. Такое впечатление, что он пытался разобраться собственными психологическими проблемами и заменить собственное сознание, которое было на их языке, не на моём, демоническим, на православное. Это дешёвая и бессмысленная подмена, это влияние того же самого Дугина, это влияние его жен-супруги-христианки. Они пытались из него сделать что-то лубочное, что-то примитивное, более простое, чем он был на самом деле. И это бесконечное насилие над Личностью, полагая, его и убило, потому что если бы он шёл по волнам своих порывов и своих возможностей, своих биографических, он, возможно, бы возвышался над всей этой группой, он, возможно, бы получил Нобелевскую премию, которую ему и хотели дать, и не дали в результате вот из-за этих странных таких антиевропейских, антицивилизационных заявлений. Что касается идеи о том, что нужно русскому человеку, я часто сама злоупотребляю подобными оборотами речи, но здесь они, мне кажется, ангажированными и нелепыми, поскольку вот этого лубочного русского человека ровно так же не существует. И почему вы его исключили из человека вообще? Вы так говорите о русском человеке, как будто это какая-то диковинка, какой-то такой мутант, не такой, как все другие современные люди. Так проблема в том, что русский человек нормальный, он такой же, как все остальные люди. Есть какие-то культурные особенности, они не столь велики, чтобы выделять русского человека в отдельную форму и потом прописывать ей, как смертельно больному, какого-то рода философскую или религиозную касторку, в данном случае религию. А давайте пусть русский человек сам выбирает, что ему близко мировоззренчески, во что ему верить и как ему жить. Здесь очень характерный оборот про тем более рай на земле отменили. И это только кажется, что про коммунизм. Нет, это предчувствие полного отсутствия примитивнейших благ для нормального человека в 21 веке. И это сделали вы, традиционалисты, и вы, увы, Юрий Витальевич, при всем уважении и благодарности, с которыми я к вам отношусь, но вы же сами признавали и сожалели, в чем ваше величие отличие от них, что вы участвовали в этом евразийском проекте. Ну, вернёмся на нашу грешную землю и окунёмся в политику. Здравствуйте, Алина. Что вы думаете о ближайшем будущем Грузии? Ну, здесь всё, увы, печально. Влияние Кремля, увы, разрастается, и он подминает Грузию под себя, о чём нам говорят последние события. И мы, увы, опять можем понять грузин, которые не идут на радикальное обострение, потому что если бы это происходило пять лет назад, скорее всего, ситуация была бы иной. Но сейчас люди медленно, но верно начинают понимать, что в данной ситуации лучше не совершать радикальных действий, а переждать. И я не могу их осудить или сказать, что это страусиная политика. Это нормальное поведение в условиях политической неопределённости, возросших политических рисков. И это вовсе не значит, что грузинам вот это всё нравится. Кстати, даже по самым форматным радиостанциям, типа там что-то «Коммерсант-ФМ» или «Бизнес-ФМ» совершенно открыто и без всякой цензуры идёт информация о том, что Грузия хочет евроинтеграции. Это секрет Полишенеля. И, кстати, это важный момент. Вы всегда воспринимаете Россию, мы даже сами, воспринимаем Россию с точки зрения о маргинальных пропагандистских пабликах или пропаганды формата Соловьёва. Но ведь помимо этого осталась масса относительно нейтральных ресурсов, которые либо иронически, либо скептически, либо настолько нейтрально, что это и иронически, и скептически оценивают происходящую ситуацию. Это тот самый средний класс, который является основным и важнейшим в каких-либо будущих переменах. И на них мы должны ориентироваться, они нас должны бодрить, что мы должны понимать, что вменяемых людей, вот это к первому вопросу о дураках, всё же остаётся куда больше, чем нам порой кажется. Алина, что, по вашему мнению, происходит сейчас в российском шоу-бизнесе, как на это влияет политика? И наоборот, может ли шоу-бизнес влиять на политику даже в нынешних условиях? Я не могу сказать, что пристально слежу за российским шоу-бизнесом, потому что это тяжкое во всех отношениях зрелище. И, конечно же, он никогда не был каким-то культурным светочем, но сейчас он деградирует не по дням и по часам. Но уж если вы спросили, я обратила внимание, помните, был скандал с Ивлеевой, изгнанной за голую вечеринку из тусовки, появившейся в ней, но уже в роли кающейся грешницей на вторых ролях. Оказывается, у неё возникла замена. Это такая очередная Света из Иванова. Помните, была такая девушка, которая сказала известную, ставшую позже знаменитой фразу «Мы стали более лучше одеваться». Вот это такая Света из Иванова, какая-то юмористка, но я не видела её в её амплуа, я видела её телеграмм, инстаграмм. Это формат «Тётушки Яндекс.Дзен». Вот так-то я отдыхаю, вот это я прикупила, вот это мои распаковки, это любимая рубрика «Тётушек Яндекс.Дзен». То есть это человек абсолютно заменимый. И медиа, это я тоже обратила внимание, действительно интересно, вот как это делается и как это работает. Медиа пишут, что это замена Ивлеевой. Но Ивлеева рядом с ней выглядит королевой. Ну и аристократкой, хотя, конечно, таковой и не является. Почему это происходит? Это первое, что значит, они показывают людям, что незаменимых у них нет. Второе. Они деградируют сами, и чтобы подчеркнуть свою якобы элитарность, якобы аристократичность, какой-нибудь условный Собчак, им на вторых ролях нужны именно такие люди, чтобы ты посмотрел на тётушку из колхоза, а потом посмотрел на Собчак, и думаешь, ну, она очень даже, да? И это одна из причин, почему идёт выдавливание всего там западного и европейского, да не потому, что оно чему-то там угрожает, а потому, что на фоне этого деградирующая обслуга будет выглядеть очень плохо. Вот и весь секрет шоу бисполитики. Алина, вышло странное расследование про бастардов высших верховных лиц и прочих персонажей, детей из золотых клеток типа Луизы Розовой. Не очень понятно, к чему подводит автор, но хорошо помню, как хейтили Розову после диджей-сета в Москве в очередном адекватном всяческой френдли-месте. Кто понял, тот понял. А администрация потом записала извинения на видео за то, что ее туда пригласили. Она также не поддержала эскалацию, а позже пропала с радаров. Мне кажется, оппозиционная тусовочка не способна принять человека как субъекта, если он не из правильной семьи. Что думаете о таких детях? Первое, что я думаю, мне опять не нравится, как составлен этот вопрос, он составлен, ангажирован, а именно фраза «оппозиционная тусовочка» в обращении ко мне подразумевает, что я как бы придерживаюсь в ваших же взглядах. Нет, я пытаюсь не употреблять под выражением «тусовочка», тем более оппозиционная тусовочка. Люди абсолютно разные. Давайте говорить о каждом конкретном человеке, о каждой конкретной группе и конкретном случае. А это звучит очень даже просистемно, ну и совершенно бессмысленно, потому что кого конкретно вы имеете в виду? Что касается детей, да, дети за родителей не отвечают. Это отдельные индивиды. И проблема того, что детей не воспринимают как субъектов, она проблема не только каких-то там супербогатых и известных семей. Это вообще проблема. Ребёнок — самый бесправный класс, ребёнок — самое бесправное существо, из него что-то лепит, требует быть продолжением рода, а не представителем самого себя, кстати, да. Пытаются включить в социальную программу так, как её видят окружающие родители, и очень мало дают свободы, если дают вообще, и так далее, и тому подобное. Если политические ситуации изменятся, у нас будет такая возможность, а мы будем в первую очередь заниматься и правами детей. И ещё один вопрос из сферы политического. То, что недавно произнесла вдова, кажется, уже выходят в какие-то рамки не то что приличия, но и здравого смысла. Как вы это откомментируете, Алина? Ну, по определённым причинам я не могу комментировать и не хочу комментировать это детально, да это и не нужно. Мне тяжело комментировать всё, что касается погибшего, мне тяжело комментировать всё, что касается вдовы именно, потому что вдова, то есть сразу идёт такой контекст. Обратите внимание, как это работает, даже в моём случае, да? Точнее так, в моём случае это не работает, но я понимаю, как это работает для других. А мёртвых либо хорошо, либо ничего, произошла трагедия, и, следовательно, она требует особого отношения, и вдова требует особого отношения. Но мы не можем здесь и сейчас в столь катастрофический исторический момент играть в эти все игры светского приличия, когда речь идёт о жизнях людей, о жизнях, можно без преувеличения, скажу о будущем человечества, настоящем и будущем человечества. И допускать на сцену человека, который выглядит уже как человек с… Я не знаю, как сказать, чтобы это прозвучало корректно, который выглядит крайне неумно, который говорит вещи… Я понимаю, что она хотела сказать. Я не против, кстати, я не против её позиции. Просто всё, что она сказала, можно было сказать совершенно иначе. Так, чтобы никто к тебе не придрался. Я понимаю сложность её роли. Я понимаю, что она должна апеллировать к россиянам, находясь не в России. Я это всё прекрасно понимаю. И я на её месте за секунду могла бы сформулировать то, что она хочет сказать, так, чтобы ни один человек ко мне не придрался. И это тоже есть политика. Мы здесь никого не обманываем. Политик представляет интересы людей. Политик говорит так, чтобы все его понимали. Но в сложных случаях, а это тот самый сложный случай, политик выступает дипломатом и прибегает к различного рода метафорам, чтобы пройти между всех огней. Это тоже задача политического выживания, чтобы сделать завтра что-то, что хочет твой избиратель, что хочет твой народ, что хочет, собственно, весь мир и так далее. Ведь совершенно не обязательно быть правдорубом. Вдова красноязычна, она, увы, не умна. Это политическое преступление. Преступлением является вся та долгоиграющая афера под эгидой которой выпустили мошенников на политическую сцену. И произошло это не сейчас, а произошло это как минимум в 2008 году. И касается это всей группы, и в том числе погибшего лидера, как бы не хотелось многим относиться к нему хорошо. И да, он заслуживает хорошего отношения. И да, он совершил подвиг в рамках той идиотской парадигмы, которую он сам себя загнал. Но, простите, это не… Как же это объяснить? Это не политическое явление. Это частный, экзистенциальный жест, который является не только не политическим и антиполитическим. Более того, я сейчас скажу крамольное, но это правда. И никто, кроме меня, вам этого не скажет. Вот я столько писала о том, что концепция героя является профанической, и герой — это манипулятивный общественный конструкт. И сейчас мы видим, насколько она профаническая и насколько это управленческий конструкт. Ведь фактически вождь погубил не только самого себя… Их вождь, не мой вождь, да? Погубил не только самого себя, он погубил и всю организацию. Вы видите, как она поплыла вслед за ним. Он угробил весь протест, поставив на нём жирную точку. Хотя я всегда говорила, что он и не собирался его развивать, что это была группа, сливающая протест. Но на минуточку допустим, что он этого не хотел, а у него была какая-то благая цель. И вот в рамках этого допущения он опять совершает феерическую глупость. И что мы видим дальше? Этого никто не замечает. Идёт сакрализация подвига, который антиполитичен, как я сказала, выше. А дальше идут попытки отмазать группу аферистов от их собственных преступлений. Но кроме того, что мы все теряем людей в твоей улице и время, я не вижу результата подобного рода политической деятельности, в основе которой стоит сакрализация и героизация. То есть вот так работают религиозные конструкты, так работают сектантские группы. Ну, какое это имеет отношение к политике? Ну, даже нечего добавить, собственно. Итак, в завершении сегодняшнего выпуска, Алина, ещё раз расскажите, какие книги у вас можно приобрести с вашим автографом? Что вы готовите вниманию ваших читателей? Друзья, хотела бы напомнить, мы собрали почти всю сумму, но осталась ещё некоторая. Нам нужны спонсоры для переиздания книги «Меланхолический конструктор». Минимальный спонсорский взнос 3000 рублей. Если вы присылаете эту или более сумму, мы заносим вас в спонсоры, ваше имя будет в книге. И, соответственно, не забывайте, пожалуйста, присылать свой адрес, куда вам отправить книгу, когда она выйдет. Я надеюсь, что это произойдёт до Нового года. Но нам нужна ваша помощь. Также вы поддерживаете нас, приобретая мерч. Это всё, что есть у меня, а всё остальное есть в нашем интернет-магазине, ссылки на которые мы даём. Там чего только нет. Есть термос, есть кофейные наборы, есть свитшоты, толстовки с капюшоном. Так правильно, да? И масса другой продукции. Покупая её, вы очень поддерживаете наш проект. Напоминаю, что мы целиком и полностью зависим от вашей поддержки и ваших донатов. Ну и, соответственно, про донаты также напоминаю. По книгам есть всё то же, что и было. Мы дадим объявление в ближайшее время. Возможно, на часть книг мы устроим небольшую распродажу вновь на неделю, но книга «Цивилизация хаоса», на неё поднимается цена в издательстве. Соответственно, сейчас в последние дни или несколько месяцев, когда вы можете купить её по прежней цене. Но либо на Редеро, на ресурсе Редеро, либо на Озоне. В принципе, она там стоит практически уже так же. Цена уже сравнялась, как и у меня с автографом. К сожалению, всё дорожает. И это не только о сливочном масле. Кстати, о сливочном масле. Что за странная тема? Почему-то все об этом пишут. Это какой-то совершенно советский фетиш. Сливочное масло подорожало. Так вообще-то подорожало всё и очень давно. Но действительно выглядит странно. Также есть человек с синдромом дна, есть записки материалиста, переизданные с вашей помощью. Спасибо всем спонсорам. И все остальные книги, которые будут указаны в объявлении. И ещё раз я очень прошу вас о поддержке репостами, рекламой и обязательно донатами. Благодарю вас, Алина. Благодарю всех, кто нас смотрел и услышал. Оставайтесь с нами и до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok